Итак, привет, доброе утро, ребята. Сегодня у нас суббота, 5 апреля уже. И у нас начинается здесь сезон, он уже начался, но вот сейчас разгар сезона, который называется Кабано-Сюкор. Что это такое? Значит, всем известный мэйпл, кленовый лист, символ Канады. Значит, почему именно кленовый лист? Потому что именно здесь, в Канаде, производится самое большое количество мэйпл-сиропа в мире. Что такое, Костя, что это за шум? В Квебеке. Нет, не в Квебеке, а в Канаде. Вот. И, значит, в чем, почему именно сейчас? Потому что именно сейчас, в этот период, собирается сок с деревьев кленовых. Значит, я думаю, что нам удастся, мы сейчас едем на ферму такую, там, где собирают непосредственно вот этот вот сироп. Вот. Но при этом еще происходит очень интересное действие. Значит, что происходит? Это, помимо того, что на этой ферме, значит, на деревьях висят вот эти ведерки, в которые стекает этот сок, собирается. Значит, еще устраивается такой шалаши, такие ставят. То есть, ну, это, грубо говоря, называется шалаши, но это как из досок собранное такое быстрое здание, в котором подают такую, как бы, домашнюю сельскую еду. Значит, вопрос даже не в том, что подают. Как правило, меню во всех вот этих фермах, оно одинаковое. То есть, там, печеная картошка идет просто в шкуре, там, в баночках подаются, там, соленые огурчики, там, какая-то капустка квашеная, как они, свекла такая, как будто бы тоже, там, заквашенная, замаринованная. Ну, в общем, вот такого плана блюда. Гороховый супчик, по-моему, но это мы посмотрим, когда приедем на место. Но весь прикол этого заключается, что можно все вот эти все блюда есть с кленовым сиропом. То есть, кленовый сироп подается просто в таких вот, как, чайничках таких, или в каких-то поливах, ну, в таких вещах, в таком сосуде, из которого можно наливать себе тарелку. В ведро. Ну, не в ведре, конечно. Вот. И просто это все в больших количествах несется, ешь сколько хочешь этого сиропа. Для детей, конечно, это вообще бесконечная радость. Вот. Дети просто сходят с ума, потому что это все сладкое, вкусное. Но самое главное, что родители спокойны, потому что это хотя бы натурально. Вот мы уже приближаемся к... Ой, так сильно трусят здесь, хотя дорога ровная. Мы уже приближаемся к ферме. Непосредственно вот здесь можно наблюдать уже такую сельскую местность. Почти, Костя, делайте же музыку. Почти нету уже так много жилых домов здесь, потому что здесь уже территории ферм, тут поля, луга. Вот если бы сейчас были уже в такое более теплое время, когда бы уже не было снега, вот это вокруг, кстати, еще все лежит снег, хотя на дворе у нас уже апрель, то мы бы могли увидеть, что это все поля, которые чем-то засажены. Вот, ну, приближаемся непосредственно к нашей ферме. Уже сниму, когда мы приедем. Вот мы уже, в общем-то, приехали. Мы немножко проскочили поворот, потому что он на дороге. Вот. На самом деле в Гугле уже даже не было этой карты. Гугль сюда, мы смеемся, с мужем не доехал. Вот, мы сейчас будем поворачивать. Лерон-Дин, как-то называется это место. Вот здесь такая стояночка, как мы видим, уже, видимо, людей много приехало. И вот, кстати, можно наблюдать сразу деревья. То есть никогда вот этот кабанасюкр, эта ферма не находится отдельно от деревьев. Она всегда находится рядом с деревьями, потому что именно на них собирается, то есть с них собирается вот этот весь кленовый сок. Вот. Так что мы сейчас будем парковаться и идти внутрь. Вот, мы уже находимся. И тоже осторожно с ножиком. Вот такие салатики. Сейчас мы вам будут все приносить. Вот можно посмотреть, как люди здесь сидят. Вот такое сколоченное из деревьев. Просто быстро сколоченный домик. И люди себе сидят кушают. Сейчас нам будут приносить. Я буду сидеть такой гороховый супчик. Он как суп-пюре. Не мог ли я бы что-то такой? Вот как это все вкусно! Приятного аппетита! Душа, убери голову. Кабушка наша проснулась на полу. Я думаю, что в уголочке нету места для нее. Да, это все? Ой, цвет! Все кушаем, ждем, ждем уже, когда дадут сироп. Картошечка вот так вот находится. Вот это в такой раночке. Вот это такое вот... Хорошо. А это у нас бобы. Бобы, да. Чуть-чуть. Вот сироп в таких вот шкурчках. Я ребенку налила, чтобы он макал. Вот может быть колбаску. Вот сейчас это все будет макаться в бобы. Значит, мяско в этот сироп. Самблон. Положи, да. Это какой-то тоже типа джема какого-то. Тоша, покажи, как ты макаешь вкусно. Вот мой ребенок макает колбаску. И кек в соус. Да, и... Вот это очень интересный тарт. Он оказывается с мясом. Вот это вот яичница такая очень толстая. Она, видимо, с мукой. Короче, очень все вкусно. А мой сыночек кушает колбаску с сиропом, да? Это сироп и рам. Это сироп и сироп. А, вкусно. А мой маленький ребенок уже проснулся тоже. Папа, посмотри на папу. Папа, посмотри на папу. Субтитры делал DimaTorzok Подожди, Даша, дай ему замерзнуть немножко. Окей. Вот видишь, он замерзает, и ты начинаешь его вот так делать. Вот у тебя твоя кучка, делай. Вот так палочку собирай. Видишь, как у мамы? Мама крутит, и крути наверх на палочку, на палочку крути. Вот он так замерзает. Крути, крути на снегу, на снегу, крути в него там. Видишь, как мама крутит? Ай, слазит, слазит, слазит. Так. Молодец, видишь? Не-не, крути еще, крути, крути, чтобы он хорошо замерз на снегу. Так. Крути, только не возле дерева, а в снегу. В снегу, видишь, оно к дереву прилипает. Дай, 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 потому что ты сейчас все здесь, что надо собрать. Держи. Все. Деток катать. Они на самом деле огромные, эти лошади. Я даже боюсь. Вот такие сами загружают. И сейчас будут катить по всей ферме. У фермы тяжело осознавать, что это ферма, когда они только деревья. Но вот так вот. Так вот лошадки выглядят. Так вот деток сейчас будут катить. Вот это вот роща сироповая. Сейчас можно посмотреть, как собирают. Вот ведерки висят на деревьях. Вот ведерко. И в нем сироп под такой крышей, чтобы не попадал, если есть снег или дождь. Дождь. С двух сторон. Потом его варят, он превращается в коричневый. Вот так вот. Вот можно подойти к другому ведерку. Вот так оно здесь. Вот полное. Полное ведерко сока. Вот так. Ой. Для того, чтобы сиропчик вот собирать конфетки. Но так как не очень холодно, то конфеты плохо замерзают. А вот так выглядит то место вот снаружи, где мы были. Вот простенько сбиты досочки и себе люди там сидят. Сейчас уже, видно, готовятся к следующей партии. Разложили тарелочки уже. О, лошадки, лошадки. Лошадки, лошадки. Лошадки, лошадки. О, она не поворачивает. Собачка с ними бегает. Прелесть. Закончили мы наш поход в Кабано-Сюкор. Было прикольно. Было очень хорошо. И мы наелись сиропа. Но, правда, не так много, как в прошлом году. Какое-то, видимо, место. И Дошечка Ма сейчас записывает. Поэтому-то не пеконечко снимает. Вот. Ну, вы видели, мы накрутили немножко конфеток. И поели немножечко мяса в тарелке. Да. С сиропчиком нам понравилось. Да. Вот. А сейчас мы уже выезжаем в сторону дома. Да. Вот. Ехать нам час. Даже, мне кажется, немножко больше, чем час. Показать на улице. Вот, покидаем, значит, места просторы. Вот можно видеть сейчас. Я не знаю, вообще, как хорошо меня будет слышно там в камере. Но сейчас вот мы можем видеть с двух сторон опять-таки уже у нас тут и деревья те же, все эти Maple Tree. И все вот домики вот эти вот сельские, которые по сторонам это все маленькие фермочки. Но здесь, в принципе, не только лишь, здесь не только лишь сироп. Здесь летом, я думаю, где-то и яблочные есть. Подожди, Дошечка. Здесь и летом, я думаю, яблочные есть фермы. И, может быть, даже клубничные. И blueberries. Поэтому летом здесь, конечно, совсем другая природа. И совсем можно найти новые activities. Но пока что вот как-то так. В общем, мы довольны. Можно сказать, таким вот сезоном вот этого кабана-сюкора можно отметить начало весны. Я надеюсь, наконец-то в этом году она настанет, потому что снег не прекращает падать, и температура были очень низкие в этом году. То есть и минус 30, минус 35 держались все время. А еще я бы не сказала, что вот период вот этого, значит, кленового сиропа, почему он начинается именно вот не просто в конце зимы и начало весны, а когда идет такая вот температура, что днем тепло уже относительно, то есть брусовая, даже маленькая температура, а ночью холодная. То есть именно этот сироп начинает выделяться, когда днем тепло более меня, а ночью еще холодно. Вот, в общем-то, это и соответствует период весны. Как бы весеннее, с зимы на весну как-то переходит. Вот, поэтому вот как бы знаменуем кабана-сюкор приход весны. Костя, ты хочешь что-то добавить? Ну, было очень вкусно, но мало. Вкусно, но мало. В прошлом году было... Ну, это такое дело, если бы мы ехали самостоятельно, не с группой, потому что мы ехали с группой с работы, вот, то это было бы немножечко иначе, так как, когда все-таки приходит группа, то, ну, как бы они там приносят одну тарелку на всех, и кто что успел, тот взял. Не было картошки, не было сосисок. Была картошка? Не было картошки в шкурке. Ну, в шкурке не было, потому что, видимо, здесь они там не подают. Не было сосисок в мейплсе. Была одна маленькая мейпл на всю стол. Стоили 22 доллара человека взрослого. Да, но это зависит... Там днемы были. Да, это зависит от фермы, на которую едешь. Допустим, есть фермы подороже, есть фермы по 10 долларов. Ну, видимо, от этого и ассортимент блюд будет зависеть от цены тоже. А еще как бы вытует такое мнение, что чем дальше от города, чем более такая, ну, грубо говоря, дикая местность, чем больше ты удаляешься в глубину вот этих рощей мейпловских, тем дешевле и тем лучше еда. Тем ближе к медведям. Ближе к медведям. Вот, поэтому... Ну, будем изучать, будем смотреть. Это наш второй выход. Первый был в прошлом году. Второй в этом году. Может быть, даже в этом году мы еще раз удастся поедем. Посмотрим. Ну, да. Ну, вот как-то так. Спасибо. Спасибо.